Очень рада видеть вас в Центральной городской библиотеке имени народного писателя Карелии Дмитрия Яковлевича Гусарова. В нашей библиотеке, в фонде нашей библиотеки можно найти книги, посвященные жизни, творчеству писателя, редактора, патриота своей родины Дмитрия Яковлевича Гусарова. И в 2015 году вышла ваша книга, ваша работа «Дмитрий Гусаров. Раненый ангел». И сегодня мы пригласили вас в библиотеку для того, чтобы побольше узнать о личности Дмитрия Яковлевича Гусарова. Константин Васильевич, расскажите, пожалуйста, когда вы впервые услышали о писателе Дмитрия Яковлевича Гусарова? Это было давно, это было рано. Я сейчас даже не могу вспомнить. Я был очень активным читателем в библиотеке, конечно, я книги читал. Вот тогда, когда был еще школьник там и все такое прочее. Хотя я сейчас уже пережил его. Мне больше лет, чем было в живом. А впервые мы с ним познакомились заочно сначала. В начале 80-х годов заместитель командира партизанского отряда «Боевые друзья», в котором служил Гусаров, воевал, вернее. Написал воспоминания, Юриков такой. И у Дмитрия Яковлевича появилась идея создать книгу. И чтобы эту книгу написали сами партизаны. То есть это воспоминания. И он обратился ко мне, а я жил тогда в Беломорске, работал собственным корреспондентом газеты «Комсомолец» по северным районам Карелии. И он мне обратился, чтобы я помог написать вот эти воспоминания комиссару партизанского отряда, который, как оказалось, живет со мной по соседству, в Беломорске. Петр Данилович Повар. Я эту работу сделал, ему не понравилось, потому что мне Поваров дал дневник, и я очень активно его использовал, чтобы много дневника. Но со второй попытки это все удалось. И в 83-м году такая книга вышла об истории партизанского отряда «Боевые друзья». Написано Юриковым, Поваровым и Комиссаровым, который жил здесь недалеко. Литературную запись сделал Валера Верхобрядов, мой коллега по «Комсомолец». И мы так вот заочно стали знакомы. Он мне написал письмо, там все такое прочее, звонил. А потом я уехал в Волонец работать редактором районной газеты. А в 87-м году они меня пригласили работать в журнале «Север». У них произошли какие-то перестановки. Тем более, что в некоем времени уже районная газета, я вообще уже очень уже, я хотел оттуда уходить, мне это все уже пережили. И я стал ездить сюда на работу к нему. Был лицотрудником отдела провозглава. Приезжал сюда, жил где попало. У знакомых там, у всяких. Раз в две недели примерно так приезжал сюда. Потом поменял квартиру и попал к ним в штаб. И сначала был в отделе провозы. С ним работал Дмитрий Яковлевич. Потом заведующим отделом почерка и публицистики. А в 90-м году, когда Дмитрий Яковлевич ушел на пенсию, и редактором избрали Олега Назаровича Тихонова, который до этого 22 года работал у него заместителем. А меня сделали заместителем главного редактора. Так что мы с ним общались. Я ездил к нему на дачу, в Косовом. Много общались. И там и по работе. Дома я у него был. Дмитрий Яковлевич Кусаров был человек в свое время. Какой-то такой шаблон существует. Что это значит на практике? И потом у него было положение особое. Потому что мы все смотрели на него, открыв рот. Снизу вверх. Снизу, так сказать, вверх. И как потом я узнал из писем его, это, конечно, было ему тоже в тягости. Потому что у него не было человека в Карелии, в Петрозаводске, с которым мог бы он поделиться, просто по-человечески поговорить. Не было равного, вот так можно сказать. Это странно может быть, но это так. Я знаю двух человек, ученых, литературоведов, которые пытались писать о нем книгу. Приходили к нему, рассказывали о своих планах, что они хотели. И ничего у них не получилось. Ни у одного, ни у другого. Единственное, что было написано о Гусаре, вот Дмитрия Ивановича Дюжа, вот, конечно, почерк, творчество. Все, больше о нем ничего было не написано. Я думаю, что если бы я в то время, когда он жив был, затеял свою биографическую повесть о нем, у меня бы тоже ничего не получилось. Это не потому, что он такой гордеец какой-то, да? А потому, что он был такой человек сам в себе. Он очень замкнутый был. Он никого в это, как весь такой шаблок, литературная, творческая мастерская внутри, он никого не подпускал. И я бы не знаю, что бы у меня получилось в результате, если бы не огромная удача. Мне просто повезло. Ильяна Пиетелянин, руководитель нашего писательского союза, поехала однажды в Москву, и в Москве в союзе писателей встретила Зою Богомову. Зоя Богомову – это кандидат наук, литературовед и все такое прочее. Она написала книгу. Она не писала книгу, она ее собрала. Это все письма, которые она когда-то получала от знаменитых писателей, не очень знаменитых. Вот она собрала здесь. Самый большой блок здесь, около 150 писем гусара. Вот Зоя Богомова и была тем человеком, перед которым корресповедовался Дмитрий Яковлевич, который был с ней на одной волне. Он с ней мог очень много. Она была очень мудрая, красивая женщина, жила в Выжжевской все время. Они познакомились где-то в начале 50-х годов. В советское время была такая практика. Проходил съезд союза писателей в регионе, где-то, в любой республике. И туда приезжали гости из других писательских союзов, из республик, из Москвы. Это такая практика была. И вот ее однажды прислали сюда в начале 50-х годов на съезд союза писателей Карелии. Карельская, Финская, Карелая, Финская тогда еще. И Усарова, как молодого тогда, члена союза писателей, прикрепили к ней, как обычно, гостям. Куда-то отвезти, куда-то привезти, в столовую. Они тогда познакомились. Это было в начале 50-х годов. И потом они стали встречаться. Потому что в советское время было очень много. Декады, литературы, съезды, совещания, собрания. Какие-то там семинары бесконечные. Потому что в ту пору союз писателей был в бюджетной организации. Как в любое учреждение. Там был штат. У нас, например, в Карелии было 14 человек. Штат, Волга. Все это были бюджетные организации. Все получали зарплаты, кто там работал. А в 71-м году они как бы вот... Ну, сошлось у них что-то. И это знакомство такое вот, просто знакомство, перешло в такую очень хорошую такую дружбу. И причем дружбу такую творческую. Она ему очень помогала. Он ей очень помогал. Я тут прочитаю потом письмо. Хочу прочитать ее письмо. Скажем, он работал над этой книгой. Это чертой милосердия. И вот прямо ей пишут, что если бы не вы, я бы ее никогда не написал. Она давала ему советы. Она была литературой. Я всю жизнь преподавала в институте. Ну, писал в докторской написал. Ну, почему-то не защитила ее. И вот это... Я, конечно, напечатал не все письма, это, разумеется. И, конечно, это выборки такие, которые касаются только размышления о литературе, о ситуации в стране, о ситуации в журнале. И все такое прочее, о личном состоянии его писательском. Вообще, я должен сказать, что вот эта ситуация, вот такой тандем, да, вот такой, это мечта любого писателя. Потому что, как правило, писатель-то одинок вообще. Одинок. Да, и всегда нужно с кем-то, ну, посоветоваться. Кому-то дать почитать, чтобы он тебе по-хорошему ответил. Понимаешь, не казенно, понимаешь. И человек, которому доверяешь. И многие писатели не получают такого. Константин Васильевич, а Дмитрий Яковлевич был для вас таким человеком, кому вы доверяли свое творчество? Мы не могли с ним быть на такой волне. И никого не было Петрозаводских, кто был с ним на такой волне. Вот я думаю, что единственное, это вот Тихонов Олег Назарович. Но они очень разные все равно были люди. И, ну, представьте, кто я был по сравнению с ним, да. Я вот сейчас читаю его, там, скажем, письма. И я пришел туда в 87-м году в журнал. А он уже был уставший до крайности человек, который хотел уйти. Вообще бросить это все. Потому что ему встала в тягость это все. А я пришел такой пацан, знаете, горящими глазами. Мне все было интересно. Ему уже это все вот так было. Поэтому какой там, какой контакт? А ну, у меня, что я там к тому времени написал? Да ничего. Потому что я стал писать книги, вот только выйдя на пенсию. А также я работал и в журналистике, и в газете, работал там, и в журнале, и все такое прочее. Вот. Поэтому не было такого контакта. И он на нас смотрел так, как на братьев меньших. Вот. Но у него, он был такой человек, довольно такой строгий. Строгий. Я помню, как меня очень поразило вот это его требование. В журнале было такое требование. Автором, мы же читали рукописи, это была работа, основная работа в журнале. Читать рукописи, горы этих рукописей. В течение месяца должны были отвечать. Вот. И писали письмо. И письмо должно было, даже если его рукопись абсолютно провальная, абсолютно никуда не годится, нужно было отвечать. Понятно, коротко, но прямо. Никого не обижая. И меня очень покоробило, что все письма, которые мы должны были писать автором, мы писали их автором, прочитывал перед отправкой Бусара. Такая была цензура. Я думаю, я сам был редактором в газете. Че это я вдруг так, да? А он, нет, такое правило. Он мне пару раз, поначалу пару писем завернул, вернул, что-то ему не надо так жестко. Я говорю, ну ты, 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 нет. Вот он был такой. Понимаете, он, он был со всеми ровен. Он был со всеми, и он, можно было остановить на улице, с ним поговорить, со всеми ровен. Но он никого в душу не пускал при этом. То есть он был такой человек, ну, в определенности вне замкнутой, такой внутренне замкнутой. Но в то же время абсолютно, как бы, такой нормальный, добродушный. Мы в компаниях, там часто, тогда было модно, бесконечные праздники и все. Он был, в этом смысле, такой ровный человек. Читателям известно, что Дмитрий Яковлевич был, очень хорошо играл на «Гармонии». Дело в том, что, чтобы об этом поговорить, об «Гармонии», да, я должен сказать немножко о том, откуда он взялся, Дмитрий Яковлевич. Я ездил в эту деревню, которая там сейчас вся, он родился в селе, большое, крупное село, богатое село. Понимаете, это село было нас особняком, Тулубь его такое, да. Оно все время было особняком вообще, как бы, я думаю, что не только такое село, вообще русские семьи, эти села, вот эти русские, Псковская область, там все эти вот, русская равнина, да. Они были, каждый, по-своему, хороши. Там никогда не носили лапти, там никогда не пели частушек, потому что это считалось, это такое-то низкое. Это большевики потом принесли эти частушки. Потому что они говорили, что такое частушки, высмеивают или там что-то такое там. Нет, это-то, такого не было. Там всегда пели песни, очень хорошо пели песни. Там были такие долевые песни называются, долевые, ну, про какую-то долю. И причем все мужчины в селе, все, играли на музыкальных инструментах, как минимум на трех. Вот у него отец был, кузнец, он везде пишет, кузнец, отец Яков, у него был кузнец. Что такое кузнец? Он ремонтировал часы. У него было такое правило, что все, что человек сделал, другой человек должен все это разобрать и понимать правильно. Он играл на нескольких музыкальных инструментах. У них было семейное чтение всегда. Они всегда читали вслух. Отец садился и читал. Любимый у них написатель, поэт был Лермонтов. И отец читал главами, но изусть Лермонтова. И первое, что прочитал Гусаров, совсем маленький, это Лермонтова. Это была, у них большая была библиотека, они все читали. То есть вот такое село. Понимаете? И поэтому оно было довольно богатое. И, например, там, если парень женился на девушке из другого села, то это порицалось всячески. Порицалось. Понимаете? Потому что они, ну вот как, они себя считали, так сказать, там, такие вот сажиточные и все. И все такое прочее. То есть вот еще и поэтому, понимаете? Это отец Гусарова женился, соединил два самых богатых семейства в селе. Вот Анна, его мама, была в семье Катковых. Семья такая большая тоже была, Катков. Катков, это белорус, который хотел все время учить свою землю, там, зарабатывать, работать, хорошо наработал все. Он приехал, какой-то клочок земли у вдовы купил, вот, и горбатился, горбатился, копил деньги, копил, все собирал, собирался, хотел выкупить это все и стать хозяином. Бат, семнадцатый год. Ему землю просто так дали. Но хозяином-то он не стал. Но к тому времени он стал богатым. А отец, семья Гусарова, Дмитрия Яковлевича, та, так сказать, уже в многих поколениях была богатой семья. А его дед, его дед, вот этого Дмитрия Яковлевича, да, а он, у него был принцип другой. Он был такой, мужик такой, душа нараспашку. У него бесконечные гости, у него бесконечные, а работать не любил. И пел, и играл, и чего угодно он делал, а работать не любил. Все мог делать, но ничего не хотел. И поэтому такие соединились две семьи, которые полные антиподы. И они не дружили между собой. Просто не дружили. Потому что один другого называл нищебродом, а этот мотом этого называл. Что он проматывает то, что заработали его предшественники. То есть, его род его зарабатывает. И причем, его отец Яков, он долго добивался жилитьмы на Анне. Анна была его старше на два года. И потом, когда она была девчонкой, она повредила глаз. И у нее было бельмо на глазу. И она решила, что ну все, она никуда, ни за кого не выйдет. Кому она там такая нужна? А он ее добивался, этот Яков. Он два года вокруг ее ходил. Но потом все равно они поженились. Вот это его была мама. И она веселая, пела без конца. С утра до вечера она только и пела. Вот она призналась только песен и все такое прочее. Там еще интересные семьи, очень интересные семьи. А о своей семье он вам сам рассказывал, Дмитрий Яковлевич? Ничего не рассказывал. Вы уже узнавали впоследствии, да? Я даже не пытался его спрашивать. Он бы не рассказал этого всего. Он не рассказал бы никому этого. А что Дмитрий Яковлевич? Мне мой отец ничего не рассказывал о своей семье. И мама. Поэтому что там говорить? И вот они поженились, построили дом и все хорошо. Создали колхоз. И его отец Яков, этот кузнец, был председателем ревизионной комиссии в этом колхозе. А в колхозе случилась такая катастрофа небольшая. Сначала, когда его создали, этот колхоз, пришел председатель 25-тысячник. Вы знаете, что такое 25-тысячник? И было такое веяние. То есть, когда прошла коллективизация, то было принято решение властью направить в руководителя колхоза лучших работников заводов и фабрик. Лучших. Вот 25-тысяч человек было отправлено на село. Просто отправлено на село, чтобы они там работали. И им попал очень интересный человек. Он загулок буквально этот колхоз поднял. Построил народный дом. Там было очень хорошо все, понимаете, в селе. Его, разумеется, очень сразу взяли на повышение через год. А вместо него назначили местного своего человека, у которого было кличка в деревне. Яшечка-дурак. Яшечка-дурак. Яшечка-дурак за год развалил все. Все, что мог. Он потому что ничего не мог ни сказать, ни показать. А только ходил, лозунги говорил там. Ну, такого же не бывает, что партийный комитет райком партии назначил председателя. И он вообще-то виноват. Значит, райком плохо поработал и что. Такого же признать это невозможно. Поэтому надо искать врагов. Привычка такая. Затея такая большевистской власти. Искать врагов. Кто-то должен быть виноват обязательно. Но не мы. А кто виноват? Кулаков выселили всех. И оба этих рода, Гусаровских, и Катковский, и Гусаровский, они все буквально были раскулачены у Визина Заворова. Остался вот этот вот Яков. Там еще кто-то остался. Вот. А он год кончился. Яков сделал доклад, как представитель ревизионной комиссии. И сказал все, что хотел. Ну, и там села, конечно, эта парт-ячейка, и решила, что ну, он же подкулачник. У него что-то? Вот он, вредитель. Это кто? Вон он, видишь? И решили его тоже выслать туда. То есть раскулачить. А человек, который там был в этой ячейке, был его друг, приятель. И он пришел и его предупредил буквально за несколько часов. За час, наверное, за полтора. И отец Дмитрия Яковлевич убежал. Просто убежал. В этом ничего нового нет. Потому что таких беглецов по всей стране, вот по исследованиям специалистов, было где-то 250 тысяч человек. В моей отцовской семье тоже двое убежали перед раскулачиванием. Потому что они в деревне знали, когда, чего, все это, все там знали. Двое убежали. И он тоже убежал. Ну, конечно, их тут пришли, сразу раскулачили, все отобрали. Здесь в книге я все написал. Вот как это все происходило. И через несколько времени он пришел и так же ночью всю семью увез. Вот Дмитрию Яковлевичу было в то время пять лет. И они стали прятаться. Они стали, вот приезжают в какое-то село, в поселок, живут там какое-то время. Все время боятся. Я представляю себе состояние этих людей, что их ищут, все. Потом переезжают в другое, в третье. И так они до 40-го года добежали почти до Ленинграда. И жили там в поселке, в котором работал на заводе уже он, в котором там 20 минут было до Московского вокзала ехать. И тут их настигла война. Их вместе с заводом, в котором они работали, увезли с Урал, в город Твердловскую область, в эвакуацию. И вот они там в эвакуации жили, тоже работали. Дмитрий Яковлевич работал на заводе просто обычным рабочим. Школу он к тому времени не закончил. И потом они узнали, что идет набор. В армию мы его не взяли, потому что ему лет не хватало до армии. Идет набор партизаны. И 50 человек от Свердловской области. И он туда вошел. И привезли сюда, в Беломорск, потом в Сегежу, где была спецшкола партизанская. И из спецшкола они попали на Пудыш. Пудыш в отряд боевые друзья Дмитрий Яковлевич. И он там провоевал до начала марта 44-го года, пока его не ранило. И он стал очень инвалидом, потом много месяцев он лечился. И его отправили обратно туда, домой. Потому что он был непризывной, его не призывали в армию, это же партизан. Он потом писал письма, что как же так-то. Ну, ему сказали, не-не-не, сиди там. И он там работал в комитете комсомола, там и все такое прочее. А потом стал писать. Потому что то, что вот он увидел здесь, то, что он там пережил, оно как бы в нем сидело, и ему хотелось, хотелось, хотелось все это написать. Вот, это, я писал, как это первоначальный толчок произошел. Вот. И стал писать. Потом окончил школу. После школы поступил в Ленинградский университет на филфак. Вот. Учился он вместе с Федором Абрамовым и с его женой Лидией Крутиковой. Вот. Ну, те были на старше, несколько курсов старше. А после школы перед ним была такая две дороги. Его хотели оставить в университете. Вот. Чтобы он там преподавал, занимался наукой. Или вот на вольные хлеба. И он вспомнил про Карелию и решил сюда вернуться. Но он сюда вернулся по письму Министерства просвещения. То есть его сюда взяли. Он преподавал здесь сначала. В Федоинституте или в Учительском институте. Вместе с Михаилом Михайловичем Гином, его приятелем. Вот. И вот он тут вот стал жить. В 51-м году он поступил, взяли его на работу в Север. Ой, ну вот тогда и на рубеже. Вот. В 51-м, да. И в 54-м году сделали редактор. Потому что это был журнал. Была Союзная Республика Карелия. А Союзная Республика есть определенный статус. И там в этом статусе было прописано, что в Союзной Республике положено два журнала. Особенно национальные. Это на русском языке и национальный журнал. Вот появился тот Унолитпу. Там она еще раньше по-другому называлась. Уна как-то что-то. Вот. И журнал на рубеже. И он... После войны же здесь сил-то было мало. Научных мало, творческих очень мало. Ну что, это была такая слабенькая республика такая. Вот. И стоял вопрос даже о закрытии этого журнала, о превращении его в альманах. Приезжала комиссия из Союза писателей СССР. Вот. Но Дмитрий Яковлевич как-то там себя проявил, что оставили этот журнал. Ну и его сделали редактором. И он с 54-го года по 90-й год был главным редактором этого журнала. Это целая история, целая эпопея. Это там все менялось в стране. И в том числе отношение к литературе, к журналу. Все изменялось. Вот. И он все это на себе перенес, пережил и все такое прочее. Вот. Так что и сделал это все очень достойно. Вот. Вот если такая вот коротко вот об этом, об этой истории. В своей книге «Дмитрий Гусаров. Раненый ангел» вы рассказываете много о том, через сколько испытаний пришлось пройти Дмитрия Яковлевича. Как вы думаете, какие жизненные принципы помогали Дмитрию Яковлевичу достойно проходить все испытания? У него если смотреть на его творческую жизнь, творческое развитие как писателя, она как бы вот абсолютно противоположна Марии, допустим. Или вот, например, как у Николая Михайловича Коняева, есть такой питерский, замечательный писатель такой, да, он умер недавно. Вот у них как бы чего-то совпало. Кстати сказать, Коняеве здесь же печатался в севере, начинал. Вот. Он начинал, Дмитрий Яковлевич начинал как художник. Он начинал с художественной прозы. Он написал повесть. Он написал первую повесть, которую напечатали в журнале «Север». Он выходил тогда шесть номеров в четырех номерах. И она такая неожиданная была. Потому что журнал был сухой такой, знаете, такой вялый. Я читал ее. А тут повесть. Там из двенадцати глав в восьми действуют подростки. Зонежская деревня, там, оккупированная финнами. И вот подростки там со взрослыми ведут подпольную пойну. Там с партизанами общаются. Все такое. Очень интересно. Вообще, когда подростки или дети действуют в произведении, то есть всегда интереснее. Это всегда живее и все такое прочее. Его напечатали. Его приняли в союз писателей. А потом, с подачи московской газеты одной, его стали громить. Просто разгромили. Это просто уничтожили. Тогда была такая волна. Фадеев за молодую гвардию уничтожали. Многих там просто уничтожали. И он обнаружил через какое-то время о том, что вот как уничтожали Фадеевскую молодую гвардию, так и по таким же канонам уничтожали его. Вот, например, один пример только. Вот они там, все подростки, бегают, информацию передают партизанам. Что-то такое делают. Все взрослые. Вопрос возникает. А что они сами по себе это все делают? А где же партийное руководство? Как это? Сами по себе никто ими не руководит. А где вот какой-то партийный человек, комиссар, который должен этим все направлять? Нету комиссара. Нет партийного. Не понимаешь ты роли партии и в войне, и сейчас. Или, например, поезд начинается с того, что мальчишка просыпается в своем доме. И смотрит на соседний дом. А на соседнем доме тень от столба. И он уже давно засек. И по этой тени определяет сколько времени? У Сарову за это по голове. Как это так? Да в каждом доме, советском доме есть часы. Ты чего-то тут такое там. И вот из всего этого. Понимаете? Вот из всего этого. То есть это был сильнейший разгром. Просто это был просто разгром. Там напечатали эту статью. Здесь в журнале «Север», в журнале «На рубеже» в двух номерах аж перепечатали ее. И там начался, это же всегда спускается, как в советское время было принято, спускается вниз. А в ком он должен включаться? Партийная организация должна включаться. То есть как он пережил это я просто не понимаю. Он потом переписал эту повесть и получился роман «Боевой призыв», которым он был страшно недоволен. Просто страшно недоволен. Он там как раз вот партийное руководство туда ввел. Эти бесконечные там эти речи пустые этих комиссаров и прочее. Все это там вот в этом романе уже есть. Так что после этого он уже здесь работал. После этого он... Дело в том, что вот многие книги старые, допустим, да, они как бы вот себя изжили уже. Вот они есть, их можно изучать специалистам, да, но они ничего такого не несут нового. Вот сейчас они как бы, да, вот они в идейном смысле они бесполезны. Вот они хороши как памятник, грубо говоря, вот той поры. Вот что нельзя сказать про книги Гусаров. Вот ничего нельзя. Вот, например, его роман, который следующий был «Цена человеку». Удивительный роман. Его много раз переиздавали, в Чехии его издавали, да. О чем он вообще? О чем? О том, что сделайте сначала человеку хорошо. И тогда будет хорошо на производстве. Тогда будет хорошо в быту. Тогда будет хорошо на улицах, везде. Сделайте человеку сначала хорошо. А потом, все будет потом. Человек этот все сам сделает. Вот о чем роман, понимаете? Производственник, начальник лесопонта кричит, да вот, давай, там, нужно, чтобы мокрая от фото рубаха, фуфайка была. Там сам спит, там, на койке в каком-то общежитии, понимаете? И все, и все, и все. Давай больше кубов. Приходит молодой технорук туда, инженер, с высшего образования. Говорит, давайте вот тут изменим вот это. Людям будет легче работать. Но за это на неделю и на две упадет выработка. Как стране нужны древесина? Он ему говорит, так что же древесина-то нужна? Она вот лежит до весны, будет лежать у нас на берегу реки. Понимаете? Ну вот после того, как мы это все сделаем, реконструкции, будет древесины больше. Мы просто нагоним это. Нет, нет. Вот это такой старый подход. Он еще усилил это тем, что он там свел бывших бойцов партизанского отряда. Вот начальник, это бывший командир партизанского отряда. Два бойца, которые там попали в сложное положение. Там женщина, тоже партизанка. И в этой ситуации не могло быть никаких компромиссов. Там нельзя было договориться. Если бы это были разные люди, которые друг друга не знали на войне и вместе не воевали, это можно было бы развести как-то. Ну, одного отправили там на повышение куда-нибудь, другой леспромхоз. А здесь нет. Поэтому все это кончается смертью этого начальника командира, бывшего командира. То есть это очень любопытно. Но идея-то осталась. Она же до сих пор такая. Вот ничего не изменилось. Вот в идейном плане роман сегодня такой же свежий, как и все остальное. Ну сейчас вот. Ну что угодно делают. А людям, а сами людям-то, че, как? Вот я езжу на свой родной Беломорско-Балтийский канал. Это уникальное предприятие сейчас. Электроника. Так как? А вот за забором люди живут, туалет на улице и воду носят за 500 метров. Ведрами. Ну. Это ничего не изменилось сейчас в стране. Вот точно такая же история. И куда ни ткнись. Человек это потом так. Расходный материал. Потом. Мы все это сделаем потом. Сначала вот построим там завод. Чего-нибудь такое большое. А потом. Так манили наших родителей. Вот поднимем целину. Надо напрячься. Вот давайте мы вам вместо третьей заработка дадим облигации. После моих родителей остался чемодан облигаций. Но это же не деньги. Давайте еще что-нибудь такого сделаем. А потом нам будет хорошо. А потом не получается ничего хорошего. Вот о чем гусаровская идея. И точно так же и за чертой милосердия. Когда там скажем командир партизанской бригады в самый ответственный момент поставили человека, который ни уха ни рыло в военном деле. Ну просто. Бывший секретарь райкома из-за нежья. Тогда как начальником штаба был офицер, прошедший там военную службу, мог этим заниматься. И должен был поустал. Ну вот и получилось то, что получилось. Константин Васильевич, мы уже не раз обращались к вашей книге Дмитрия Гусаров «Раненый ангел». Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали вторую часть названия. Название картины Хуга Симперга «Раненый ангел». Ну, во-первых, сам Дмитрий Яковлевич ездил с Олегом Мишиным в Хельсинки, смотрел в музей Атениму вот эту картину. Она ему запала очень. Она такая очень большая, многомысленная. А потом там две же аналогии. Финны сами называли партизан, ангелами. Потому что они ходили, как он говорил, что приходили всегда под утро и в белом за нашими душами. И вот только в этом, в том смысле, что он, да, «Раненый ангел», да. Конечно, меня там упрекал критик один, что это вот «Гусаров не ангел». Я говорю, там же нет тире «Дмитрий Гусаров» тире «Раненый ангел». Нет, там же точка стоит. Так что это не прямая аналогия, что «Гусаров» – это ангел раненый. Это совсем не так. То есть, это, не дай бог, конечно, так было. То есть, вот почему. У него, я вот начал вам говорить по поводу его творческого подхода, да. Вот он начинал как художник, он начинал художественный просок. Он написал сначала вот роман этот, повесть, рассказы до этого написать, напечатал. Потом написал вот это «Цына человеку», это же художественное произведение. И его в результате все время клонило к документалисту. И он закончил как сугубый документалист, как сугубый. Он ничего с этим поделать не мог. Он просто ничего с этим поделать не мог, понимаете. И это вот как раз говорит о том, что вот эти представления о писателе, что он сел и что захотел, то написал. Это все неправда. Но писатель не получится, что он вот придумал, захотел и написал. Ничего не выйдет. Я не знаю, кто им руководил. Я просто не в курсе. Но я просто констатирую факты. Я сам, например, в своей работе, вот я много раз читал, все, кто брался за пюро, все знают, это вообще банальная вещь, что как только ты выводишь героя, его наделяешь какими-то чертами характера, этот герой начинает жить своей жизнью. Своей. Если автор его начинает как-то ломать, подстегивать своей идеей, то получается ходульный такой, герой картонный, на который не веришь. Он начинает жить своей жизнью. Вот просто он диктует писателю буквально. Вот. И вот он, Дмитрий Яковлевич, помаленько его клонил к документалистике. Первый раз он на этом попался на своей повести, вот повесть «Партизанская музыка». Хотел написать легенькую повесть, как он написал в письме про мальчишку, который играл на гармонии, попал в партизанский отряд. И эта гармония ему устроила совсем другую жизнь, нежели как он рассчитывал. Что он уважаемый человек, все такое, легенькая такая, все. Она вроде как про войну, но там все, ведь один бой только в лентами, и второй бой, когда его ранило. Вот. То есть вот в том момент. Вот. И он даже пообещал журналу «Наш современник». Все, там в план ее вставили. Вот 2-3 листа он писал, я сейчас сделаю там все. Тем более про себя. А писал 4 года. 4 года писал. И вот те бои, 2, в котором последним в тумбе его ранило, с 3 на 4 марта 44 года, и первый, где он, первый бой вообще для него в лентами, когда они разгромили гарнизон, он там был сам. Но как все партизаны говорят, ну что, что там был, что ты видел, да ничего. То есть вот ты видел, что у тебя теперь носок, а Бог же ничего не видел. Вот. Он сидел в архивах, он перерыл архивы, он столько гор, писем написал, участникам этих боев, для того, чтобы написать это все так, как это было. И с этой поры он перестал. Он все время мечтал о вольной работе за столом, мечтал написать роман о женщине, и все такое. Обещал журналу, когда он ушел, что он будет писать колонки, там эти редакторские такие колонки, где будет вспоминать старые времена, как это было, как такие-таки материалы проходили, все. Ничего этого не сбылось. Ничего, ничего у него не получилось. И последняя самая вещь его же, это вот история незаконченного поиска, которая называлась сначала «Карельский парень». Это тоже вот абсолютная такая исследовательская работа, это абсолютная кропотливая работа. Вот грех так говорить, но я вот думал, что если бы он допустил в ось и стал бы писать художественные вещи, мы много чего интересного получили. Потому что с этим сталкиваются почти все писатели, которые пытаются писать на основе каких-то реальных вещей. Потому что есть грань какая-то. Понимаете, вот если ты занимаешься документалистикой, это не значит, что ты историк. Вот меня часто спрашивают, ты вот историк на собрании, и что такое. Я говорю, да и слава Богу, что я не историк. Потому что каждый историк, профессиональный историк, у него есть шоры, у него есть рамки, за которые он переступить не может. Просто не может. Вот я могу рассказать историю. Это много, все известно, это об этом написано. Вот когда понравилось финнам бомбить, стреляли женщин там, допустим, после Петровского яма, когда они расстреляли в феврале 44-го года, Петровский ям, госпиталь, вырезали весь там. И они решили повторить эту историю. Они собрали тоже этот диверсионный отряд, он полтора месяца тренировался в окрестностях Петра Заводска, и отправили его в Устье Шал, в Устье Водлу. Там была партизанская база, там была лыжная фабрика Петра Заводская, которую туда увезли, в эвакуацию, она там снабжала лыжами весь Карельский фронт. И они хотели там все сжечь, и суда там стояли, на Патчевиче. Они из Петра Заводска вышли до Деревянного, пересели к его озеру, и там вдоль побережья пошли туда. Наши от своей агентуры уже об этом знали. И наши там приготовились в Устье Водлу. Там были засады, партизаны, там все было приготовлено. Возникал единственный вопрос. Дело в том, что все побережье было заминировано. Все побережье было от бесового носа заминировано. И нашим очень хотелось, чтобы отряд туда пришел, потому что их там раскромсали бы просто. Ну, так и получилось. А как бы им пройти через минные тополя? Ну, они первые сразу мин взрываются, они себя обнаруживают и уходят. Нашим это не выгодно. А в истории существует такой факт. Это я вам рассказываю то, что в истории есть. что финны туда пришли, взяли в плен политрука саперного батальона с женой. Этот политрук их провел через все минные поля, они его там убили вместе с женой. Пришли туда, в эту Водлу, и их там расфигачили просто в хлам этот отряд весь. Потому что были страшно злые на них все партизаны вообще за этот Петровский ям, за госпиталь. И там просто, просто, вот мне рассказывал, здесь недалеко от вас жил Ворона Борис Степанович. Он там был. Они там на острове. Они, в общем, финнов, они пустили финнов на территорию предприятия. Там их обстреляли очень сильно, выгнали на озеро и погнали на остров. Там остров там стоял. А на острове был партизанский отряд, который их и ждал. Их там четыре человека, по-моему, или семь человек взяли в плен. А остальных просто... Мало того, они их потом мертвых поставили на палки, поставили на ноги, мертвых, финнов, вот так выстроили. Утром прилетел финский самолет и подумал, что это наши преследуют их отряд. И еще второй раз их из пулемета сами финны расстреляли. То есть, так вот наши там отвели душу на них. Возникает проблема. А как там комиссар-то оказался? Я на всех встречах всегда и Верегину тоже звонил и с ним мы много раз общались. Говорю, не мог там оказаться партизан с женой. Ну, что он там делал? Потому что не знал, что финны должны прийти. Почему? Как он там? С какой стать? Верегин говорит, да вот, наверное. Я говорю, нашим нужно было, чтобы они прошли. Нужно было, чтобы кто-то провел через минные поля. И поэтому это был наш кто-то. Наш человек, которого специально туда отправили. И до которого для убедительности снабдили еще женой. Вот это был, вот заведомо, это подвиг какой-то чей-то. Понимаете, вот просто. Ну, Верегин говорит, мы апеллировать можем только документами. Я говорю, да каких документах ты нашел? Я говорю, вот если даже добраться до списка этого батальона саперного, и мы можем обнаружить, что этого политрука в этот список внесли за два дня до этого истории. Вот вся история. А там варианты могут быть. Он может быть, штрафник, которому сказали, если в штрафбат пойдешь, или вот иди, будешь героем, пенсию будешь получать, твоя жена получит, мать там получать будет. Или что? Ну вот, это вот загадка такая история. Я подумал, написал об этом рассказ. Хоть в Севере будет в пятом номере. Ну, свою такую версию. Вот. То есть, вот еще такая история может быть. Александр Васильевич, вы говорите, что Дмитрий Яковлевич был довольно-таки закрытым человеком, но все-таки именно вы написали книгу Дмитрий Гусаров «Раненый ангел». Более 20 лет прошло со дня смерти Дмитрия Гусарова. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такой вопрос, который вы не успели задать, может быть, Дмитрию Яковлевичу, или которые хотели бы задать? Ну, вот меня, например, поразило после того, когда мне дочери сказали, он жил в Косовом, у него дача была там. И вот он рыбачил, у него моторка была, казанка. Он ездил по островам и никогда не разжигал костров. Вообще костры ненавидят. Вроде бы, да? Он сколько там у этих костров просидел партизанских в снегу по колено и с кострами, которые грелись, и его таким образом утратил. Он очень не любил. У него еще другая была особенность, что он не мог писать дома, не мог писать в Карелии. Вообще не мог писать. Он писал что-то, но он все время говорил, что он не может ничего писать в Карелию, на дачу даже в Косом. Ему он же был уехать. Он уезжал куда-нибудь в Комарово или в Переделкино или в какой-то дом творчества. А раньше, в советское время, там это было недорого записать. И там запирался, и там работал, там жил, там в Комарово. А дома почему-то не мог писать. Поэтому и вообще это, конечно, работа вот этого, это каторжная. Я вам столько закладок, я могу вам столько прочитать всякого сего, про эти его работы, например, как он работал. Может быть, кусочек прочитаю какой-нибудь. Угнетает меня другое. Никак не идет сама своя работа. Попал в какой-то странный творческий тупик. Писать совершенно не могу. Сижу за столом часами и только мучаюсь. Чудовищное положение. Вещь, которой внутренне готовился, можно сказать, всю жизнь, оказалась для меня не пассивной. Материал диктует такие решения, что рука, привыкшая к редакторскому карандашу, не в состоянии писать это. Всяческая бесчеловечность противна моему нутру. И я не способен найти для него какие-либо смягчающие обстоятельства. А без этого дикий, жестокий натурализм, который никому не нужен. А главное, он не будет соответствовать тому прекрасному и возвышенному настрою, которым жили в те годы мои партизаны. Но как и чем оправдать имеющую место жестокость, равной которой я не упомню ни в истории, ни в литературе? Вот и бьюсь в этом безысходном тупике и почти готов бросить все начатое и написанное. Наверное, и бросил бы. На бою, что отступив один раз, перестану, во-первых, уважать себя, а во-вторых, приучись идти на уступки и всякого рода сделки с совестью и убеждением. Здесь нужно сказать к этому, что он сам себе немножко поставил под ножку, когда работал над этим романом за чертой милосердия. Была такая практика творческих отчетов писателей перед собранием писательской организации. И вот он тоже участвовал в таком отчете и он сказал об этой трудности, о том, что вот когда убили Григориева на усилии 264-9, назначил, почему-то Куплиянов назначил Арестова. И не должен был делать это. И Арестов там, а у Арестов назначили четырех человек, которые добивали раненых. И имена их уже известны. Просто добивали. Не может человек идти, его убивали свои. Также убили медсестру Петухову, раненую, беременную. Свои же. Понимаете, это просто чудовищно. Ну и вот. И он обо всем этом сказал. Об этих трудностях. Как вот это написать об этом. Но у него, как у всякого главного редактора, было полно недругов, которые стали потирать ручки и ждать. Ну давай, а мы сейчас посмотрим, какую это книжку ты напишешь. Обойдешь это все. Понимаешь? Как-нибудь смикшируешь это все. Или напишешь правду, честную правду. Вот что. И стали его ждать. И стали говорить его. Он там пишет, что его на улице встречали. Говорят, ну как, Митя Яковлевич, ты там? Как у тебя там? Мы жди вам, давай. И он попал в сложнейшую ситуацию. Как вот? О которой он сейчас писал. Поэтому написать в ту пору было все, как пишут теперь, невозможно. Потому что эта книга была бы не напечатана. Она и так была на волоске. Потому что, скажем, комиссаров Иван Александрович говорил, что ему прямо, что Дима, да брось ты. Все равно они напечатают. Брось ты все. Ее бы не напечатали. Потому что ее перед этим обсуждал Союз писателей. Обсуждал. Из Союза писателей был один человек категорически против ее публикации. Это то и вовяхе. Категорически против. Но с ним это чего взять? Он был полковником КГБ. Видите, у него звание было такое. Он ничего, чтобы, ну не надо ничего. Просто служба такая. Вот. И все это читал члены бюро обкома, карельского обкома КПСС. Все под эту руку посчитали все. А там был Тихонов членом обкома. Сам партизан. И вот только благодаря ему эта книга появилась. Потому что не хотели ее. Зачем? Там есть такие намеки. Ну зачем там? У него много таких намеков. В партизанской музыке есть намеки. Там есть такая сцена, что командир, который уезжает в Москву учиться, ему дарит маленький такой пистолетик. Никто конечно не понял из этого ничего. Дарит такой пистолетик. А второй человек, который был в походе, говорит, выбрось ты, почему он здесь? Выгони его в болото все. А читатель не знает почему. А потому что из этого пистолетика добивали раненых наших. Так что вот такая история была с ним. И она вот появилась и все очень хорошо. Но его очень крепко поддержал Константин Михайлович Симов. Очень крепко. Я сейчас прочитаю вам кусочек тоже симоновского. Письма. Мусаров болел страшно. Просто из больницы одной дома три дня снова в другую больницу снова болел. Это в конце. И вот и он до этого приезжал Симонов сюда они Новый год отмечали в Шуйской романом. И он ему говорил что вернее он когда написал первую повесть которую громили он рассчитывал на Симонова что Симонова прочитает Симонов такой популярный человек но он все решит Симонов не читал не мог читать журналы на рубеже и он когда они там Новый год праздновали он Симонов это сказал что вот такая он говорит я готов сейчас почитать и он ему дал журнала с этим с этим романом и вот когда он лежал в больнице лишь в конце ноября я в довольно несмотанном состоянии был выписан из больницы чтобы через неделю другое опять лечь в больничную кольку в такое отделение из другой болезни за меня взял самый давний радикулит я почти не мог ходить не сидеть не спокойно лежать это было ужасное состояние когда нормально живешь и мыслишь и чувствуешь лишь после укола да и то часа два не больше нервы у меня были уже на пределе я плохо себя контролировал и временами плахал тихомолку от горечи и бессилия день за днем положение ухудшалось и в такую минуту неожиданно принесли письмо от Симонова конверт был толстым адрес отпечатан на машинке я открыл и увидел несколько листов машинописи на первом из них типографской фоксимиле Констант Симонов раз письмо большое то я уже не сомневался что роман Симонова не понравился что письмо наверняка кисло-сладкое чтобы хоть как-то скрасить автору горечь пирюля с таким настроением я и прочел первые фразы с извинениями за задержку с объяснением причин этого а когда начались рассуждения о документалистике о смешении жанров о внутреннем предубеждении которое испытывает Симонов когда встречает слово документальная повесть то я уже был итог самому худому и вдруг нет правил без исключения и ваш роман хроника кажется мне именно таким исключением и далее начиналось такое что я сразу оказался словно бы уже не на земле и в хворобе и отчаянии а где-то на седьмом небе по слабости и измотанности души я даже читать не мог глаза застилали слезы и я тихо заплакал вот такая вот судьба вам бы еще прочитать что-нибудь из писем тут такие письма но допроса нет вот он пишет про роман про свой когда он заканчивается скорее бы скорее бы все закончилось как надоело как устал я даже не верится что конец когда-нибудь будет и списался я до того что уже не хватает слов все слова были у меня в употреблении и это мучительно встречался по вечерам с партизанами и каждая встреча только запутывает меня ибо все они толкуют поход на свой лад противоречит друг другу взбивая меня тем самым с моего собственного восприятия и представления сегодня предпоследний день мое пребывание в редакции на душе и грустно и радостно временами что спадает с плеч этот тяжкий груз который в наше время особенно тяжек и даже неприятен и в то же время психологически никак не могу свыкнуться что послезавтра кабинет в котором я провел почти 40 лет станет уже не моим что в редакцию будут приходить уже гости а журнал станет уже не родным детяти приемным но время берет свое и надо принять это как неизбежность да и ведь все умирали они в плохом положении это был 95-й год это просто ужасно понимаете я вам сейчас кусочек тоже прочитаю просто денег на журнал не дают все валится пусто и одиноко становится вокруг так мало остается в городе тех в дружбе и знакомстве с которым прошла жизнь крепто это ощущение что долгая жизнь не прошла а как бы пролетела а радостные и печальные события словно бы были не со мной а разворачивались в каком-то нескончаемом глубоком романе как на вашу жизнь поменяла встреча Дмитрием Яковлевичем Кусаровым встреча да ну эта встреча как бы очень здорово меня подняла в творческом плане очень здорово они меня научили читать в общем-то читать литературу читать я помню такой случай был такой порядок в журнале Север заведующие отделами скажем прозы поэзии подбирали материалы в следующий номер и их обязаны были обчитывать все и вот мне приносят на стол подборки стихов я никогда не писал стихов и все такое прочее я прихожу Дмитрий Яковлевич говорит Дмитрий Яковлевич что я буду оценивать стихи я стихами никогда не занимался и все он так очки снял говорит Константин Васильевич мы с вами окончили один и тот же университет у вас высшее гуманитарное образование от вас же никто не требует литературоведческого анализа но вы должны различать хорошее и плохое в поэзии вот и напишите ваши справки что вы думаете по этому все и все и мне пришлось читать стихи вникать не разобраться я до сих пор сказать честно разбираюсь неплохо в стихах хотя никогда их не писал и точно так же вот читать объем дело в том что журналистика она ведь не дает больших представлений больших объем значит вот читать большой объем это это другая работа это совсем другое все вот и мне пришлось этому научиться в общем такой определенной такой взыскательности он был очень взыскательный человек в этом смысле никаких повлажек ни себе он как мы видим не давал и он и другим не давал то есть это все должно было бы по-честному его конечно вот я говорю что мне большая досада от того что он не стал писать художественные вещи он вот в эту документалистику уперся и ведь это стоило громадных его последняя повесть знаете о чем вот когда Арестов повел бригаду обратно ему сообщили вот с этой высоты 264 дробь 9 вот ему сообщили что выбросили продукты на парашютах наши и эти продукты где-то там в 3-5 километрах от них находятся и Арестов туда отправил отряд Попова Мстители и в подкрепление отправил взвод Бузугутского для того чтобы они но он не военный как потом написал свой докладной колесник начальник штаба он не дал никаких ну с кого идите туда и все а сами пошли уже обратно должен был дать какие-то координаты где они должны встретиться какое-то время какие-то знаки то есть как должен был поступить офицер который учили воевать а он просто отправил и все такое колхозник вот а сами пошли обратно возвращались это была высота самая крайняя точка когда они прошли пошли обратно слышали отдаленно бой и все ни к того они туда не отправили ни подмоги ничего просто пошли и все и этот отряд пропал 70 человек и взвод Бузугутского пропал нигде потом когда это должили в штаб то из армейской части отправили туда большую группу разведывательных чтобы они нашли узнали солдат вот они походили походили и вернулись ничего не нашли и потом в 70-м году лесничие в Межрогорске обнаружили вот останки там 70 человек оружие все кто это такие что это такие была осознанная комиссия Карельский обком создал Гусаров написал письмо вот и стал заниматься этим потому что считалось что все они там полегли и он по какой-то финской публикации в маленькой газетке обнаружил что там был один парень остался жив его в плен взяли и вот он по следам помаленечку переписками с помощью финнов обнаружил и пояс сначала назывался Карельский парень нашел этого парня кто он откуда и раскопал эту всю историю понимаете всю эту историю он об этом написал и потом было принято решение что их признали весь отряд погибших и стали платить пенсию это же не просто так и стали платить пенсию вот это вот как они там бежали из лагеря Медвежегорского все это он по документам такая кропотливая незаметная никому работа каторжная просто работа понимаете вот он это последняя его собственно говоря такая работа а мечтал он мечтал написать роман вольный как он пишет спокойно сидеть чтобы тебя ни срок и ни объем не поджимали знаете ну вот не получилось у него вот так история так его распределилась и он же конфликтовал по этому поводу здорово он же очень жестко выступил против повести Бориса Васильева о зоне здесь тихии вот вы же помните с чего она начинается там были солдаты наши которые как бы там мягко говоря злоупотребляли самогон Кусаров говорит самогон привезли белорусы в Карелию в начале 50-х годов а сюда в 50-х годах по 50 тысяч человек приезжали валить лес с своими лошадьми все это заготавливали лес и лесом же с ними расплачивались вот они привезли этот самогон до этого Карелии не знали про никакой самогон и потом сама идея ему не нравилась ну как же так отправлен из передовой это старшина да который там на передовой не мог а тут он видишь там организовал так что-то спецназовцы в целый отряд положили с девчонками это все такое и он очень жестко с этим выступал он был очень принципиальный человек вот Гранин например дружил с ним с 50-х годов и он с ним рассорился совсем в конце просто рассорился совсем за его как бы за его взгляд за все и кончилось это чем вот Гусаров в очереди стоял как он пишет по 5 часов за курицей в 95-м году и писал что он никогда не воспользуется своими инвалидными привилегиями а Гранин в президентском совете все награды какие можно собрал так что да что еще мы благодарим вас за встречу мы благодарим вас за труд ваш благодарим за то что читатели много узнали из вашей книги о Дмитрии Гусарове спасибо вам большое желаем вам творческих успехов крепкого здоровья и надеемся что будем еще встречаться много-много раз спасибо огромное спасибо вам спасибо вам большое спасибо вам большое спасибо вам большое Продолжение следует...